Добрый вечер мои дорогие друзья. Против солнца чтоб не было. Сегодня мы с Татьяной Владимировной находимся в Виннисторе. В ресторане и баре мы только что были, я не снимал. Там были у меня объективные причины, не было объяснено почему. У меня камера не была самой просто. Только что поужинал. Поселились в этом же здании Виннисторт отель находится на берегу Балтийского моря. Суровое летнее или наоборот летнее суровое Балтийское море, северное побережье. 5 километров в ту сторону от городка Локса. Остров спереди вон там видно. Мухни. Оттуда прогулочные рейсы на лодках организовываются. Татьяна Владимировна там на взлет пошла. Хорошее место здесь. Сильный такой морской запах. Но когда ты с континента приезжаешь, моря рядом нет и сразу его ощущаешь. Местные тоже привыкшие. Запах морской капуста. Вот местные достопримечательности. Волун гранитный. Принесенный сюда ледниковым. В ледниковый период. Не ледниковым периодом. Ледником, когда он сходил. Двигался в конце ледникового периода. Вот так стоит. Насколько же прозрачна вода? Не очень прозрачна. И с виду она совсем не тепла. Хотя говорят уже в Балтийском море купались люди. Народ плавал. Я не знаю, завтра мы будем еще. Сегодня мы приехали только пол шестого. Пол шестого вечера приехали сюда. Какие-то советские тут еще постройки. То ли заводские, то ли еще что-то. Там вообще как будто бывшая столовка была. Но там уже убитое здание. Вот этот отель. Вини Стуарт отель. Здесь такая бухта. Яхты стоят. Что там? Как ты вот так вот идешь? Ветерок такой бодрящий. Ласкает до костей. Давно я здесь не был. Я последний раз в Локсе был, наверное, лет... Ой, даже не помню. Не 20 назад. Ну, 15, наверное, точно назад. О, не навернуться бы. У меня нога болит. С нервом что-то. Не могу резкие движения делать. Острая боль у мышцы бедра. Тут, кстати, пляжа в классическом варианте близко и нет. Там какие-то валуны для любителей походить по мокрым, гладким вот таким вот камням. Пожалуйста, здесь тоже. Там место, где лодки спускают. Слип. Оттуда-то вряд ли зайдешь. Не, место интересное. Жалко, до ресторан не показал. Брали мы там тарелку на двоих. Закуска из морепродуктов. 2-4 евро дали и пиво по 5. 2 пива. Ну, по пиву по 5 евро. Это и 4 евро. Ну, морепродукты – это такое громкое название. Ну, вкусно. Сразу скажу, что вкусно было. Я фотографию поставлю. Телефон был, я на фото. Хотя, можно было на смартфон снять. Ладно, теперь уже что. Там красная рыба была, сельдь, какой-то типа паштет с рыбы сделан. Я не знаю, как это. Намазка какая-то. Вернее, огурцы, морская капуста. Все сделано по своим рецептам. Там еще что-то было, я сейчас не помню. Но вкусно. Сразу скажу, что повар там от Бова. Вкусные блюда. Там, кстати, все дорого. Основные блюда 24-25 евро. И плюс еще нужно гарнир какой-то 5 евро заказывать. То есть, тридцатка обойдется. Ну, если хороший повар, действительно. Не просто сытно готовит, но красиво. Красивая подача и вкус незабываемый. Я даже могу сказать, слегка наелся. И разные вкусы. Морские почувствовал. Попробовал. О! Плавать нельзя. Веру бы ловить нельзя. Там еще сауна, кстати, я читал, есть. Но на 40 евро в час на человека стоит. С видом на море. Это слишком. А что? 40 евро в час. Там баня есть на человека. А, я видела, да. Да? Да. Завтра мы и так. Если что, завтра мы в Тойло поедем. В Орхидею. Не знаю, буду я там снимать. Нет, у меня перед Рождеством видео там делал. Я не думаю, что там что-то сильно поменялось. Вот здесь причал. Откуда отходит на остров Мохни лодки. Вот телефон. 5622-9660. Кому интересно, кто-то хочет вон круиз на тот остров сделать. Там можно погулять. Вот. Баяк там. Лайтхаус стоит. Старый. Там еще при царе. Построенный. Вот. Во времена Российской империи. Медуза что ли? Медуза плавает. Или нет? Или у меня же там галлюцинация. Может быть. Вообще место, я здесь говорю, именно вот в этом месте. В Локсе я был. Недалеко отсюда. Здесь в этом месте первый раз. Ну, честно говоря, место это такое, ну, как морское там. Место отдыха на море. Бесперспективное. Ну, цветы поливают. Потому что эти валуны. Купаться невозможно. Там позагорать, даже полежать невозможно. Активности тут никаких нет. Вот. То есть, ну, приехать там для любителей, для гурманов. Ну, не в этот сарай, там за ним. Показывал гостиницу. Не гостиницу, а ресторан и бар. Ну, действительно, там авторскую кухню попробовать. На берегу моря. Там сидишь возле окна, море вот это видно все. Все единственное. Удовольствие. А так. Ну, вот тут кому-то подфартило. Домики построили на берегу моря. Можно. Лодка своя имеется. Так для меня в плюс, в актив место это записывается. Потому что здесь не был как бы. Но буду теперь знать, на что в таких местах рассчитывать. Что тут можно посмотреть. Что тут можно повидать. Потому что я посмотрел по гугл-картам. Да и отзывы, кстати, к этому отелю читал. Что сразу. Единственное, единственное развлечение. Это сидеть в номере. У окна с видом на море любоваться. И там что-нибудь. В карты играть. Там столики возле этого. Возле окна. Смотреть на море и любоваться этим. Так что так. Рекомендовать это место не могу. Но кому нравятся такие вот вещи. Дорогу. Приезжать. Своеобразие какое-то есть. Ай. Так. Ну мы. Мы. Я даже не знаю, куда мы пойдем. Куда-нибудь пойдем. Мы же приехали не в комнате сидеть. В окно любоваться. Чтобы не походишь. Почему не походишь. Можно сходить сюда. И можно сходить с той стороны такой же. Конец. Ну вот еще сюда можно зайти. А то туда. В право. В право влево. Можно еще прямо. Использование слипа. Будем искать где баня тут еще. 10 евро. Вот отсюда спустить. Слепи. Ох ты. 25. Ну короче причалить. Корыто свое можно. 25 евро в сутки. Но туда ничего не входит. Хотя там не знаю. Электричество там подсоединено. Не знаю. Это входит или это. Для своих только. Для избранных. Нет. Там две станции эти. Я отсюда. Сделал такой высокий забор. Не знаю. Еще. Ограждение. Я отсюда не вижу. Это я поднял камеру. Вот. Вот. Еще раз. Сотель покажу. Ну. Нет. Внутри. Я кстати внутри покажу что там находится. Такие простые. Без языков. Заплатил сразу. Скажу на двоих. Завтрак там. Обещает. Хороший. 79 евро. За одну ночь мы заплатили. Какие то да. Еще раз повторюсь. Вот эти. Производственные постройки. Может какой рыбокомбинат. Я не знаю. Если кто-то местный. Из Локса. Знают. Что тут было. Вот там еще один остров. Или это. Или это материк уже. Материк наверное. Все таки. Красивый там зеленью. Покрытый. Абсолютно весь. Остров невезения. В океане есть. Вот. Ну наверное. Достаточно. Времени уделил. Обзору этого. Вон там. Инсталляция. Не знаю. Если рядом. Пойдем сниму. Там. На большом валуне. Поменьше валун. Потом еще меньше. 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 Больше десяти. И сверху маленький камушек. Там. Интересно. Открытое море. Хорошо дождя хоть нет. Погода нормальная. Ветреная. Таки да. Ладно. Там и дороги, кстати, вроде нет. Ну вот рядом здесь. Чуть-чуть отошли. Совсем чуть-чуть. Вот где мы гуляли. Где-то ставим каяхт. Здесь музей искусств. Произведений искусства. Ну, я так понимаю, локального тут каких-то мировых шедевров. Скорее всего, нет. Вот. Вот. Ну, что там. Рената Лепринова, что ли. На плакате. Ага. Короче, спектакль по мотивам произведения Агаты Кристи будет проходить с 1 по 10 августа в здании бывшей котельной. Вот так. А вот, кстати, вот эта вот инсталляция из камней, о которой я говорил. Ну, а тут большие стеклянные окна. Через окна, наверное, будет видно, что там есть. Ну, приблизительно. Там даже сеть, опыт открыто. Там картины, произведения. Даже не знаю, чьи, потому что я внутри не был. Наверное, местные центры. Вот. Скульптуры, бюсты. Там тоже картины. Вот как-то так. И там объявления висят, там выставки разных юрянок. Не знаю. Честно говоря, современных местных мастеров. Не знаю. Ну, короче. Вот. Аутлет. Видит. Вот. Короче, бутик тут модной одежды. Все по евро стиле. Ну, а что тут? Нормально. Местные модницы. Так бывает. Закрыты. Закрыты, к сожалению. Находится все ее поселение в этом полуострове Периспея. Вот она. Литвинова снимается. Это играет в спектакль по мотивам Агаты Кристи. Карту покажу. Вот Периспея полуостров. Вот Локса. Вот мы находимся здесь. Винистер. Вот остров Мохник, который я говорил. А вот это земля. Вот полуостров Кесма. Материк. Ну, а тут мы так далеко, что Таллина даже не видно. Где-то там. Ни на сколько. Ну, условно, час езды от Таллина, да. Да. Прогулялись мы тут по улочке, которая вдоль моря идет параллельно. Ну, такая частная застройка. Причем не новая, не свежая. То есть есть дома вообще, наверное, устроены. Минимум лет 50, если не больше, а то 60 назад. Реновированы, конечно, все. Здесь, вон, идет процесс отбелки по-новому. Вот море. И хорошо на берегу моря иметь дом. Но это летом хорошо. Ну, лет, ты говоришь, тут суровое такое. Зимой, конечно, постоянные ветры. Слякотно. От моря вообще никакого толку нет. Только что воздух. Воздух живительный. Что-то море, а морить не меньше. Видишь, какая калитка уже старая? Смотри, и якорь на них есть. Ага. Морские там эти. Ну да, отсюда вход бы нажать. Здесь тоже вот это, как руль. Руль, да. Штурвал. Да. Это... Не, домик-то сейчас обновляют, но это... Ну что, тоже поймите. Представляю, там, в советское время поддатые моряки тут ходили. Ну, в принципе, наверное, все. Я думал, мы чуть пройдем выход к морю. Будем. Будет эту частную территорию. Если нет. Вот. Все понятно. Все стало понятно. Все стало на свои места. Вот этот цех, который там на другой стороне видел. Непонятно. Ну, на берегу моря. Там уж какие-то рыбозаготовки. Старинный сарай. Ну, опять же, он выглядит старинно. Я и не удивлюсь, что если он где-то в конце 70-х, в начале 80-х годов 20-го века поставил. Вот здесь ухоженная территория. Старый. Старый. Вот этот вот может быть старый. Вот как-то так. Ладно. На этом репортаж у нас буду заканчивать. Потому что Небогатыми событиями и достопримечательными местами. Как я его выбрал? Да не знаю как. Крутанул. Глобусом. Пальцем. Парис куда попал там. Туда я приехал. Ладно. Завтра будет новый день. А. Может быть если Если опять не забуду камеру. Я забыл в машине. Мы пошли на эту. Просто не хотелось. Слишком много суеты. Завтра я продемонстрирую. Сытный. Насыщенный. О. Красная сморода. Забыл о ее вкус. Раньше я ее недолюбливал. Когда ее много было. Что-то она какая-то. Не смородина. Волчьи ягоды какие-то. Фу. Гадость. Здесь. Ресепшн. Вон там. Ресторон. Лестница. Наша берлога находится. На втором этаже. На стенах произведения местных авторов. Не. Вот так прикольно. Дизайн. Такой. Здесь. 16. А где 2.16? Тут. Куда? Ну как брата. Глаз не опустил пониже. Чего? Куда брата? У нас 2.16. А что? Куда брата? Это что за обман? Ведешь меня туда, куда надо. Что такое? Фойе. Женщина. Я не знаю, тут просто сидеть картину любого. Могли бы телек повезти. Чемпионат Европы бы крутили. Произведение искусства. Комната. Мы тут уже расположились. Шкаф не буду открыть, там все пусто. Комод, все под 11 делом. Дерево. Прикроватная тумбочка. Заходишь в какой-то спертый запах. Энергетик. Стол, два стула. Тут можно посидеть, перекусить. И любоваться. Такой вот вид. А то, что я уже показывал. Ничего, нормально. Корабль, там корабли. Вот. Не видел. Санузел. Санузел. Ну что. Ладно, чтобы вода была. Горшок чистый. Стаканы. Стаканы. Я. Вот. Туалетную бумагу. Есть. Все на месте. Будем жить. А, забыл показать. Мы сегодня сюда ехали. были в пыльцам. Там завод. Винный. Винтаж 211. Сладкое черно-смородное вино. Уграниченное. Limited Edition. Кольцем отымов. Пришли на завтрак. Сейчас покажу, что тут есть. Покажем блины. Торты. Кофе. 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 А, горячее там. Небольшое помещение. Вот. Вот. Пиво с утра. Кофе. Кофе. По утрам. Тут выступает. Мудро. Что-то такое. Вот. Всегда. Омлет. Сейчас стало модно. Вот. Эти вот. Зареные помидоры. Подавать. Тут. Здесь. Кстати. Нет. Бекон. И фикадерики. Вот. Нарезки. Намазки. Вот это. Не знаю. Что-то по-собски. Нет. Фрукты. Овощи. Орески. И вот такой вид. На копченом дыбу. Ладно. Буду кушать. Машину целом. Не берем. Я сделал свой выбор. Цвета тут нет. Ладно. Видно будет. Так. Это нож. Такой супер бутерброд. Просто вчера мне сиропку понравилась у них в этом. В наборе из морепродуктов. Собственного маринада. Я думаю такая же осталась. Вот. Ориновые огурчики. Омлет. Бекон. Фрикадельки. Из мяса. Жареные. Грибы. Шампиньоны. И вот этот. Печеный. Помидор. С итальянскими приправами. И с. Сыром. Сейчас модно. Почему-то. Да я сам такое делаю. Только без сыра. Сейчас и специями посыпаю. Обжарено. Вкусно получается. Вообще их на мангале надо делать. Ладно. Приятного вам утреннего аппетита. Видишь какой у меня кофе. Так ты вещи нальешь там. Не надо эспрессо наневать. Этим не эспрессо. Я просто никуда поставлю. Ага. Ладно. Будем кушать.